Мастер-попугай Фламандский художник, работавший в Антверпене, живописец фигур и религиозных композиций. Макс Фридлендер пишет, что мастер-попугая, названный так из-за экзотических птиц, часто появляющихся в его композициях, был современником также анонимного мастера женских поясных платьев. Считается, что оба они работали в Антверпене или, возможно, в Брюге в 1520-1530 годах. Картины мастера-попугая Мастера выдает влияние итальянских художников в поколение после Квентена Метсиса и Бернарда ван Орлея, которые работали в этом регионе. Особое сходство можно найти в творчестве Питера Кокки в Анальсте. Один из самых выдающихся южно-нидерландских художников XVI века, Питер Кокки стал мастером в Антверпенской гильдии Святого Луки в 1527 году и содержал большую и продуктивную мастерскую, где, вероятно, начал свою карьеру мастер-попугая. Фактически многие из работ, которые сейчас приписываются мастеру-попугая, ранее приписывались этому художникам. Изображение Богородицы с ее овальным лицом, выражение ее черт, тонкие пальцы. Все овлененное тело младенца являются общими для обоих безымянных художников, которые постоянно оказывали замаскированное почтение идеальной грации и чувствительности знатных женщин двора Маргариты Австрийской и Марии Венгерской. Субтитры создавал DimaTorzok Черты лица Богородицы, расположенные на ее лице опущенные веки, маленькие губы и четкий нос уникальны для руки этого безымянного художника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот великолепный образец того, что было особенно популярным во Фландрии 16 века, представляет собой шедевр анонимного художника, известного как «Мастер-попугая». Картина, почти наверняка созданная для личного поклонения, изображает молодую и красивую Марию Магдалину, не как грешницу, а как недавно раскаявшуюся ученицу Христа. Несмотря на недавнее духовное искупление, Магдалина полностью окутана роскошной атмосферой, стоящей на фоне богатой ткани с кисточками, которая сочетается с ее украшенным драгоценностями бархатным платьем, с разрезами на рукавах и струящейся драпировкой. Менее чем благочестивая жизнь Марии Магдалины до ее спасения через Христа, дала художникам право предаваться представлению женской красоты, а также роскошной одеждой и аксессуаров. Например, кувшин с мазью, которым мазали ноги Христа. Изысканное мастерство этого предмета отражает современную работу ювелиров, и вполне возможно, что эта картина была задумана как замаскированный портрет неизвестной фламандской женщины XVI века. Изображения этого типа были очень желательны и производились в значительных количествах мастерскими, расположенными в Брюге и Антверпене, часто специально для экспорта в Испанию. Продолжение следует... С момента последнего появления на аукционе настоящая картина была очищена и несколько слоев посторонней краски и грязи были удалены, открыв новые детали и великолепную поверхность. Композиция отображает многие характеристики, которые Фридлендер назвал отличительными чертами стиля мастера-попугая. Овальное лицо Магдалины венчают ее золотые волосы с пробором в центре, которые не спадают тугими локонами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ее руки с длинными тонкими пальцами, покрытыми овальными ногтями, свидетельствуют о манерийском вкусе к элегантным пропорциям тела, превосходящем реальность. Игривые, очень выразительные лица и месистые тела двух путей, поддерживающих ткань позади Магдалины, особенно характерны для его стиля и выгодно отличаются от аналогичных фигур в других произведениях учителя, таких как Младенец Христос в его образе. Мадонна с Младенцем в художественном музее Сан-Диего. Кроме того, в обеих композициях можно найти одинаково одаренную обработку прозрачных вуалей, служащих головными уборами. Поразительные цветотени на лице Магдалины на данной картине, явно от Леонардо. Изящный внешний вид фигуры и алебастровый цвет лица, а также изысканная таинственная обстановка обязаны работам Питера Кока в 1520-х, начало 1530-х годов, таким как его Богородица с Младенцем из коллекции Хайнса Кистерса. Эта близость убедительно свидетельствует о том, что эта замечательная картина была написана в начале карьеры мастера-попугая, когда он все еще находился под сильным влиянием именитого художника. Субтитры подогнал «Симон» Мадонна с Младенцем была впервые опубликована Максом Фредлендером в статье 1949 года, в которой он наделил художника творческой индивидуальностью, мастер-попугая. На основе 15 картин, включая настоящую панель, она остается одной из лучших известных работ мастера и очень похожа на его шедевр из художественного музея Сан-Диего. В то время как его мастерская в Антверпене создавала многочисленные работы скромного качества, лучшие картины мастера-попугая показывают художника, который синтезировал множество течений, текущих через Антверпен ярко выраженный скульптурный стиль. С его безошибочно северной композицией и колоритом, но с явным итальянским влиянием. Панно показывает широкий спектр влияний на художников Антверпена в 1520-1530 годах. Парапет, покрытый символическими элементами натюрморта, особенно напоминает многочисленные изображения Богородицы с младенцем и святого семейства его земляка из Антверпена, Йоса ван Клеве. Сильно затененная скульптурная фигура младенца Христа напоминает работы Яна Госсарта. Тем не менее, в картине также присутствует вездесущий итальянский оттенок, особенно в тумане далекого фона и сфумата на лице ребенка. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!